Насколько доступны общественные места для людей с инвалидностью, проверили активисты Аманат. Напомню, партийцы инициировали и активно воплощают в жизнь проект Хедиргесецкий-Лищек. Подробности у Даны Ермак. В Астане мониторинговая группа посетила поликлинику и национальный центр детской реабилитации. Пандусы, таблички для слабовидящих, специальные туалеты есть. Однако жизнь особенных пациентов можно сделать еще комфортнее, считают аманатовцы. В рамках партийного проекта они составили ряд рекомендаций по устранению нарушений и улучшений условий для медучреждений. Жить на равных правах – это и является первостепенной задачей проекта Хедиргесецкий-Лищек. В наши дни нельзя никого отделять, притеснять. Среди таких граждан есть те, кто занимается наукой, образованием, искусством, культурой и даже ремеслами. Мы проводим мониторинг на социальных объектах, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли жить в комфорте, в доступности. По столице проведено около 430 рейдов. Партийцы Жамбулской области проинспектировали здание областного суда на наличие пандусов, специальных направляющих полос, тактильных табличек и местной автостоянки. Члены рабочей группы говорят, что есть над чем работать. В дальнейшем эти работы не прекратятся. По результатам изучения в соответствующие учреждения даются протокольные рекомендации. К этим предложениям мы обязательно прилагаем фото, видеофиксацию. В ближайшее время решим вопрос о выдаче штрафа. Активисты Акмолинского областного филиала партии посетили образовательные учреждения. В Кухшетау-Аманатовцы проверили удобство в помещениях и прилегающих территориях. Делаем такой объезд ряда объектов образования, скажем так, посмотреть на предмет доступности. Как все сделано, соответствует и соответствует. Есть мелкие моменты, есть мелкие рабочие вещи, которые можно исправить. А в основном все готово. Всего в регионе планируют адаптировать 192 объекта, 23 из которых находятся в областном центре. К слову, эти задачи аманатовцы включали в предвыборную программу партии. Дана Єрмак, Astana Times.